Всем привет, мои дорогие и любимые! Меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Я сейчас нахожусь прямо-прямо в центре самой Анталии. С этой стороны у меня Марк Анталия. Прямо у меня Шарамполь, и сзади у меня тоже Шарамполь, Капалыё. Вот Шарамполь вверх идет, и здесь также есть Тегбир, магазин для закрытых женщин. Два этажа, по-моему, я когда-то снимала. Если интересно, пишите в комментариях, поснимаю одежду. Вот, и второй этаж. Сейчас, наверное, пойдем к Марк Анталию. Еще парит. Вы знаете, хотя уже и солнышко нет, все равно парит. Видите, в принципе, немного людей, потому что все или в кафе уже сидят, или в торговых центрах гулят. Я в такое время вообще-то не хожу в торговые центры, но были там. Мы думали, что были там. Выезжаем автобусом, и иду сегодня, поэтому поснимаю вам немножко в торговый центр, чтобы у меня что-то было на канале. Ребята, потому что вряд ли за два дня, что я буду в Анкаре, я смогу что-то выкладывать на канал. Не буду с собой врать компьютера, я так думаю, себе. В пенте снимать нельзя, поэтому вот так приблизительно вам показываю, как все здесь разноцветно и разнообразно. Молодцы, конечно. Бир Алана, Бир Ходие, Мак. Что я вам скажу? Ну, конечно, платишь за фирму. Да, неплохое, но, например, тени у меня долго были. Вот сейчас они уже разбились, то есть разбились все-таки. Говорят, что от тени не разбивается, если такого качества фирма. Но помада настолько быстро съедалась. Я думаю, мамочка, может, я ее ночью точу. Просто там за месяц ее уже нет. Если другие марки, но помада так нормально себе держится, то эти нет. Это очень быстро. Ну, давайте HM. Все-таки качество в этой фирме неплохое. И они молодцы. Они берут вещи на переработку. То есть вы можете старые принести, они дают какие-то там чеки со скидками, что вы можете потом купить что-то. Ну, то есть оберегают природу, как могут. Вот. 20% это, наверное, идет с переработанного материала. Или, если не знаю, я допридумаю, мне кажется, так. 459. Короче, 460 лир джинсов. Когда я уже привыкну к этим ценам. Сейчас мне надо, чтобы меня попустило, знаете, немножечко. Я привыкну. 100% полиэстер. 430. А вот, я вам честно скажу, в Бершке вот такое же платье, но только другого цвета. По-моему, 500 лир с чем-то. Я недавно смотрела. Ну, понятно, там может быть разрезик не такой. Может, чуть-чуть поплотнее ткань. Потом что-то надо приблизительно вот такого плана. 380 лир шутц. У нас такие. Сюда на забидо такие. Вот как в нем ходить? Вы же понимаете, да? Как в нем ходить? То есть ты сел, встал, уже помятый. Что ж ты с собой утюг носить будешь? Ну, то есть я понимаю, что она, наверное, блестит. И при ходьбе она, наверное, красиво переливается. Ну, это же ты всегда вот такой будешь. Они хоть бы, знаете, утюжком вот этим сделали. Хотя зачем? Они правду показывают. Ребята, вот, пожалуйста, купите такую рубашку. Будет это вот так ходить. 320. Или с утюгом вместе. 130, а было 180. То есть понятно, да? Уже пошли скидки на летние товары. 70 лир. А, извините, пожалуйста, это я думала, что это гольфик. Это не гольфик. Это платьишко. А вы думали? Вот так, пожалуйста. Модно. Еще синего цвета. Такой же. И черного. Так, и коротюсенькие. Что-то такие тоже. Видите, писано. Индерим. На некоторые товары скидка. Мне кажется, Индерим, слово уже запомнили. Все. 130 лир. Вот такая 65 лир. Без утюга пошла. 179. Теплые кофты. Слушайте, H&M, вы вообще-то молодцы. Вы знаете, что к вам приезжают туристы, которые будут покупать на год, на весь год. Почему только летние, правильно? 250 лир. Начиная цена. И, кстати, вот эти кофточки, мне кажется, неплохо. Но никакой фирмы там не написано. 320 лир. Оно мягусенькое такое себе. Хорошенькое. Футболки тут еще есть у нас. Такие хорошие пастельные цвета. 110 лир. Цена за футболку? Не знаю. Я уже не буду вам говорить, хорошая это цена или плохая. Просто констатирую факт. 320 лир. Вот хорошо. Шорты я покупала в гараже за 40 лир. Пожалуйста, 200 лир. Вот такого плана. Я вам серьезно говорю. Это деткам серы там мы выбирали. И были еще дешевле, но они ужасного были. Покрой я. Я прям те померила. Очень красиво сидели. Похвалила себя, Юля, понимаешь. Не, ну, шучу. Серьезно, классный покрой. 40 лир. Ну, не 100... Сколько там? Считаю, чем вы загнули. Ну, джинсы, я смотрю, 380 лир. 459. Я вообще, знаете, отвыкла так от джинсов. Я думаю, это же да, вы тех. Зачем вообще их носить? Честно, я не понимаю. Ну, оно красиво, наверное, когда-то было в каком-то моем детстве. Ну, сейчас вообще. Не заставишь джинсы одеть. Может, что-то такое надо будет, съемка. 380 лир. Такая сумочка. Это ж попал в дождь, и все, и до свидания, сумочки. И 380 лир, до свидания. Это ж промокает людям или. Ну, если бы что-то было по 5 лир, ну, ладно, промок и выкину. А это ж... Я знаю, что это ручная работа. По 5 лир, Юля, никто не буду делать. Согласна. Купальники. 230 лир. Начинают с 159. Что-то я не поняла. А где вообще все нижнее белье? Алло. А-а-а. У них здесь столько лифчиков было, купальников всего. Что-то это. 85. Это на скидке. Купальнище. Ну, вот, топичек. 120 лир. Это те плавочки. А где вверх? Может, это можно в цирк, девочки. В цирку пылы можно в цирк. Это ж куда такая длина... Это куда, под шею подвязывая-то? 85 лир. Куда-куда все-таки вон высокие? Так. Уже мода Зара такая высока, да, трусы. 230 лир. Ну, неплохая чашечка. Качество неплохое. Как-то поменьше стал выбор. Или мне так кажется? Нет, поменьше. Я тут все-таки выбирала там лифчики, то, конечно, больше всего было. С косточками. 280 лир. 460 лир. 230 лир. Так, 230 лир. Так, подождите. Это женское, что ли? Ну, это женский отдел. 380 лир. Вот такая ковтыночка. Ну, это женский отдел. Ой, а это, наверное, под низ, знаете, чтобы заметно даже не было. Кстати, неплохое качество. Просто вот это что-то непонятно, эти полосы. Так, туда лестница пошла. Так, носки у нас. Три берешь, за два платишь. И сколько у нас носки? С вишенкой. 40 лир. То есть, 80 лир платите и забирайте. В смысле? 40 лир одна пара. Ребята, вы что, сдурели? 40 лир одна пара. Я, конечно, всё понимаю, но что-то тут за круто. Очень хорошего качества на базаре, говорю. 4 пары 50 лир. Классная. Такой прям носочек. Смотрите, какая красота. Красота. Это всё. Это я пришла с моря. Это минут пять будет облизывать, да, Аслан? Я сажусь, иногда монтирую просто видео и слушаю новости, и оно пока не належется, оно никогда не пойдёт. Я уже тут встречаюсь в соли после церкви. Всё равно. Сейчас мы будем летать, Аслан. Будем летать. Будем? Асланчик. Аслан, ты будешь парашютистка? Парашютистка? Ничего, вообще ничего. Ну, я нашёл, они падают. Вообще. Всё. Никакой реакции, Юля. Если ты будешься летать, а я вообще, как бы, мне по барабану. Така-попа, така-мала. Чё, он лепил себе что-то там, понимаете, на хвосте. Я не могу это отклеить. Ну, себе играется. Да? И валяшка. Утром встал, после молитвы, всё. Пошёл мне облизывать. Пожалуйста. А остановить невозможно. Всё. У него свой канал на Ютубе. Называется Аслан. Из-за того, что там ещё не так много подписчиков, Ютуб, если вы просто напишите Аслан, ещё не показывает. Поэтому я буду оставлять ссылку в комментариях или в описании. Можете через ссылку заходить. Подписываться и ставить вот этой красоте. Ну, это же просто. Посмотрите. Вот этой красоте можете ставить лайки. Всё. Аслан, это означает этот, лев. Правда? Копия его. Аслан, ты не лев? Сказай, ты лев? Конечно, Юля, я лев, аслан, не заметно всё. Я тебя облизую, облизую. Только львы так делают. Только львы облизают, хозяйку. Это просто. Слушай, мы такие скромные, пока мы что-то не делаем. А если мы что-то натворим, то мы текаем, я к нему не буду. Всё. Петра светится. Вот эта красота. Вот эта красота. Вчера в кутку стояла. Да. Поставила буха. Ну, конечно, там не стоял. Ну, как бы наказан был. Вот. Так что заходите. Он очень смешной. Он очень... Сейчас картошки играется в последнее время. Но Юля ещё не купила никакие игрушки. Чудо здесь. Кстати, он ещё у нас такой хлебобулочный кот. Потому что корм, он так, ну, корм есть нету, всё равно. Но когда он видит булочку, вот я сегодня отдала. Это просто. Такое чувство, что там кусок мяса поменьшенее. Оля тоже говорит. Пришла и говорит, сколько он сегодня булки съел? Вот нормально, полбулки скупал. Ты что, ты в булке всё здесь делал? Забрав Оле булку? О, Аслан, куда бы ты бы влезла в той животе? Ты же утром я тебе тоже булку давала. Забрава. Я теперь первый раз вижу, что ему на кошачий корм вообще наплевать. Мне надо булку. Да он бы ей всю зъел. Он ещё хотел. Я уже ему не дала. Ну, правильно? Вам тоже надо что-то есть, нет? Ах ты, Фрося, ты такая мала. Ты такая Фрося мала. Ты такая Фрося мала. Ты такая Фрося мала. Кто такая Фрося? Акробат. Смотрите, акробат. Мы йогой занимаемся. Всё, мы забыли вообще, что робиться. Загадали, что у нас и там Христ. Боже, как там хорошо. Вообще, в космос можно запускать. Я не понимаю, почему запускали в космос собак? Зачем? Вот, пожалуйста. В любом положении вообще мы по борьбам. Надо было котов запускать. Может, просто не рассказывали. Ты где? Ты тут? Посмотрите. Йога. Вот кто надо, чтобы делать йогу. Понимаете? Яки у нас тут? Тренеры по йозе. Кажешь, зараз я тебе сделаю, Юра. Зараз я тебе уже сделаю. А мы играем, играем. А потом зубы у нас здесь появляются. Зубы у нас здесь появляются. И всё. Это ты, это ты, это глупости. Пока-пока. Это ты, папа. Всё, заковаешься. Всё. Пока-пока. Тебе. Продолжение следует. Поехали.